Эфир телеканала Беларусь и Терегомель. Продолжают новости спорта в студии Павел Михно. Несколько сотен матчей за 4 месяца стали известны победители первого сезона школьной баскетбольной лиги. В турнирах хватило 57 школ областного центра. Участие приняли более 700 человек. Финал состоялся на площадке Дворца игровых видов спорта. Каждую субботу на протяжении 4 месяцев ученики 4-6 классов играли в баскетбол. И все для того, чтобы попасть в финал по итогам нескольких этапов до медальных поединков, добрались команды 4 школ. В матче за бронзу боролись 60-я школа и 71-я гимназия. В конце встречи победу вырвали юные баскетболисты из 60-й школы. В финале сошлись 59-я и 24-я школы. Здесь также сценарий игры был довольно захватывающим. Баскетболисты 59-й школы с первых минут повели в счете. Однако во второй четверти команде 24-й школы удалось перехватить инициативу и в итоге стать победителями первого сезона школьной баскетбольной лиги. Играть было сложно, конечно, но мы все-таки бывало проигрывали, бывало выигрывали. Но заняли первое место. Самое сложное было играть в защите против 59-й школы, потому что у нас один мальчик уехал и его было не хватало. Не хватало его. Призеры и победители школьной баскетбольной лиги получили медали, сладкие призы, а также комплекты игровой формы. Школьная баскетбольная лига принесла юным спортсменам не только хорошие эмоции и соревновательный драйв, но и возможность заявить о себе. По планам организаторов второй сезон школьной баскетбольной лиги будет более масштабным. Наши тренера Центра Олимпийского резерва отсматривали игроков и приглашали их в специализированные классы, которые в группы по баскетболу, что тоже немаловажно. И для этого и делается школьная баскетбольная лига, чтобы отсматривать перспективных детей на будущее. Мы подведем сейчас итоги, выдохнем, сделаем какой-то анализ. И я думаю, что в следующем году мы, может, выйдем уже и на областной уровень. Завершился 27-й тур чемпионата Беларуси по мини-футболу. Светлогорский ЦКК встречался с ВРЗ, а БЧ – с минским дорожником. В непростом поединке на выезде вовлечении сломили сопротивление столичной команды. На 17-й минуте ворота хозяев поразил Жариков. Затем Ивашко из минской дружины сравнял счет. Победный гол для БЧ забил Колб на 34-й минуте. 2-1 в пользу гомельчан. А в Гомеле прошло областное дерби. В РЗ встречался с ЦКК. Первым занес свое имя в протокол Тимошенко из ЦКК. На 22-й минуте вагоноремонтник Дегтяренко сравнял счет. Однако на 27-й минуте хозяева снова вышли вперед благодаря торопу. На 30-й минуте Матвиенко сравнял цифры на табло. Победный мяч забил Лемешко на 34-й минуте. Матч окончился со счетом 3-2 в пользу гомельчан. В Гомеле завершился международный турнир «Киокушин. Дружба без границ». За медали боролись около 250 каратистов от 8 до 13 лет из Беларуси и стран ближнего зарубежья. Спортсмены выступали в разделах кумите и ката. По результатам соревнований гомельчане завоевали порядка 50 медалей. В своих весовых категориях среди девушек победили Дарья Марковская, Эльвира Ярченко, Маргарита Горбачевская, Екатерина Савицкая, Валерия Удодова. Среди мужчин первыми стали Александр Войтенков, Валерий Атаманчук, Артем Степаненко, Артем Мымриков, Герман Иванчиков, Арсений Бобров, Андрей Абушенков, Иван Зарецкий, Егор Корженевский и Серафим Козлов. Мы рады всем гостям. От этого турнира только делается краше, и конкуренция растет. Поэтому турнир недаром называется «Дружба без границ». Мы ребят приглашаем, встречаем. Они показывают свое мастерство и растут, приобретая хорошее качество. Завершилась республиканская спартакиада молодежи среди инвалидов по слуху. За победу бороли сборная шести областей и города Минска. Соревнования проходили в два этапа. Сначала в марте определили лучших в волейболе, мини-футболе и шахматах. В промежуточном зачете команда Гоменской области заняла второе место с 21 очком, уступив сборной Минска всего на бал. Во втором этапе дружины определяли лучшего в легкой атлетике и плавании. Наша область разделила первое и второе место с командой Минска. По итогам соревнований Гоменская область стала второй с 36 баллами в активе, уступив победу Минску на одну очко. Бронзу увезла дружина Витебского региона. Фактически все наши знаменитые чемпионы и дефолимпийских игр пришли в большой спорт, пришли к своим победам, начиная со спорта от молодежи. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Павел Михно. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин